Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на площадке спецпроекта движения «Антимайтан. Актуальный собеседник». Сегодня мы с вами обсуждаем анатомию протеста. И у нас в гостях Владимир Робов. Общественный деятель, политолог, сопредседатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер движения «Славянская гвардия» и непосредственный свидетель цветных революций в Киеве, Египте и на Украине. Еще осенью 2013 года Владимир Роков дал точный прогноз о том, что будет твориться в Киеве. Детально раскрыл механизмы подготовки цветных революций в школе молодого лидера. Видео об изнанке Евровайдана собрало тысячи десятков просмотров на Ютубе. Владимир Роков даст подробный анализ механизмов и алгоритмов создания майданов в разных точках земного шара, поделится опытом противодействия антиконституционным дисциплиниям, а также ответит на все вопросы гостей проекта «Актуальный собеседник». И я воспользуюсь тем, что микрофон у меня в руках, задам Владимиру первый вопрос. Владимир, тема встречи обозначена как «Анатомия протеста». Насколько она актуальна в Сибири? Можно ли говорить, что новосибирцы могут стать, если не участниками, то свидетелями Майдана у себя на Малой Родине? Спасибо за вопрос. Добрый вечер еще раз. Ну, во-первых, спасибо, что у вас так много пришло. Я даже немножко удивлен, потому что жарко все-таки. Получается, вечернее время тратить на общение со мной, значит, я должен дать вам какую-то новую информацию, чтобы это время было потрачено не зря. Если говорить по поводу того, что возможно или невозможно, может ли произойти или нет, я думаю, что если не все, то подавляющую часть читали там великого русского писателя Булгакова, который сегодня на моей Малой Родине запрещен, ну, на моей Малой Родине, которая сейчас временно оккупирована. Так вот, он устами одного из героев своих произведений, господина Булгакова, сравнивал жителей Москвы 30-х годов, то есть жителей столицы Советской России, и непосредственно современников Ишуа Ганоция, то есть Иисуса Христа, как мастер и Маргарита, и говорил о том, что люди не изменились, только квартирный вопрос испортил. То есть хотя мы видим 1900 лет, получается, временное расстояние между людьми, жившими в Палестине и людьми, жившими в Москве, и несколько тысяч километров расстояние географическое. То есть поэтому, когда мы говорим, что у нас чего-то быть не может, что мы другие, не такие, как жители Туниса, Сирии, Ливии, Украины той же, да, или чего-то еще, надо понимать, что это не так. То есть люди на самом деле одинаковые. Мы все состоим из крови и плоти, и, естественно, технологии, я не хочу этого слова, технологии Майдана, она как-то очень сильно с одной стороны привязалась, потому что вот первый ролик был изнанка Евромайдана, это вот, получается, первый, который именно массово хорошо прошел. Если говорить точнее, все желающие могут на Ютубе посмотреть по аккаунтам, там всего свыше 7 миллионов просмотров по состоянию на начало прошлого года было, на март или на апреле. Ну, при том, что там два часа было скучного видео, где я просто наговаривал на камеру, рассказывая о том, что происходит, и, извините за фривольность, может быть, вульганность, тема сисек не была раскрыта, потому что мы все прекрасно знаем, что в интернете ищут немножко другие вещи, да, обычные обыватели. Это говорило о том, что простые люди уже заинтересовались тем, что происходит, и искали ответы на вопросы. Больше всего нас порадовало то, что тысячи и тысячи людей из Западной Украины, прежде всего из Ровна, Луцка, ну, с Волыни, да, там уже Львова, Ивана Франковска, писали нам и благодарили за то, что мы начали эту работу, потому что они поняли, что происходит, или вернулись с Майдана, или вернули оттуда своих родных и близких. Если говорить об угрозах Майдана, ну, давайте честно, да, тут у нас не театр какой-то, хотя здесь у вас замечательно есть и улица, и площадь, да, вот непосредственно на Станиславского, мы прекрасно понимаем, что жизнь на самом деле не сахар, да, то есть возникают проблемы, курс рубля скачет, есть какая-то неопределенность, много объявлений, аренда, продам и так далее. Понятное дело, если бы день от дня жить становилось не только веселее, но и лучше, то предпосылок было бы, наверное, меньше. Хотя я напомню опыт Украины еще четвертого года, когда жить становилось все лучше к четвертому году, но тем не менее в 2004 году все, ну, как все, да, то есть несколько сот тысяч человек вышли на улицы и поменяли власть, а потом поняли, что жить стало хуже. Майдан — это прежде всего эмоции, Майдан — это прежде всего определение по принципу «верю-не верю». Вот когда теряется доверие к власти, теряется доверие к тем, кто должен обеспечивать безопасность, тогда, естественно, и возникают основные предпосылки для Майдана. С другой стороны, помимо того, что Майдан — это эмоции, это страсти, Майдан — это еще и предательство элиты. Мы прекрасно понимаем, что те страны, где элиты предали, будь то как с Мубараком или с Януковичем, то там Майдан получился. Там, где элиты не предали, как, например, в той же Сирии, мы видим, что от варианта А, то есть госпереворота и скатывания страны в Средневековье по уровню потребления, по уровню жизни и уровню безопасности, тогда начинает применяться вариант В — войны. Это гибридная война, сетицентричная война, которую чаще там называют освободительной или какой-то еще. Поэтому однозначно предпосылки есть. Я не могу сказать, что я так хорошо знаю ситуацию по Новосибирску, но вот мы сегодня везде, с самого утра, везде ездили, смотрели. Я, скажу честно, этот город мне понравился. Не потому, что я хочу вам понравиться. Я много путешествовал, я посетил порядка 60 стран. Но вот здесь есть какая-то атмосфера, в особенности, если не ошибаюсь, Ленинский район, как называется, на Левом берегу, где такие 50-60-х годы застройки, которые мне объяснили, что строили непосредственно... И до этого строили в послевоенные годы военнопленные немцы, все восстанавливали и так далее. То есть там как-то легко дышится, там чувствуется и перский стиль, там какое-то все ровное, красивое, ну и такое, и в значительной степени тихое. Но если говорить о Новосибирске, ну так получается, что большую часть жизни я прожил в Запорожье. То есть этот город стал для меня родным. И вот Запорожье и Новосибирск, ну волей-неволей, ты всегда когда куда-то едешь, ты сравниваешь. И все-таки наши два города были тезками, пусть и очень короткий период времени на протяжении одного года. Запорожье тогда назывался Александровском, и он в два раза старше Новосибирска. Это первый город Новороссии, который был заложен в качестве клеммости на юге Руси во время Екатерины II, в то время, когда с юга была опасность, и мы знаем, были проблемы непосредственно с Клюмским ханством, и с Османской империей и так далее. Потом уже был Екатеринослав, в будущем Днепропетровске и так далее. Если не ошибаюсь, с 1894 по 1895 Новосибирск тоже назывался Александровским поселением, Александровским поселком. Пусть и короткий период, но тоже какая-то общность есть. И вот даже Покрышкин, наш легендарный аз, летчик, герой Советского Союза, который непосредственно отсюда родом, вот у нас были очень близкие отношения с сутеранами, которые начинали боевые действия, по тому началу, потом воевали еще и в Корее и так далее. То есть поэтому, на самом деле, когда ты едешь даже за тысячи километров, ты видишь много общего, много интересного, и вот действительно люди совсем другие, знаете. Вот действительно понятие определения сибиряка, да, оно отличается от жителей южных широт. Может быть потому, что все-таки здесь холоднее, здесь экстремальнее, здесь опаснее, и ты уже более ответственно относишься к своему соседу, к своему там какому-то знакомому, родному человеку или кому-то еще. Да, давайте будем... Спасибо большое. Прекращать за то, что я расскажу. Если есть вопросы, два микрофона работают, пожалуйста. Следующий вопрос. Хорошо. Тогда я задам вопрос. Я знаю, что в марте 2014 года вас посетило из дома. Вас удерживали в течение нескольких дней и затем отпустили. Чего они хотели? И были ли попытки оказать моральное и физическое давление на вас? Ну, если говорить о событиях начала марта прошлого года, то на самом деле мне просто повезло. Ну, потому что тогда еще, знаете, на самом деле были слухи, были ожидания, там появятся ли вежливые, да, то есть что будет. Все прекрасно понимали, что Юго-Восток Украины не воспринял переворот, и народ кипел, то есть народ выходил на улицы. Это действительно было все спонтанно. Мы это прекрасно видим, потому что мероприятие от мероприятия, там митинг от митинга становились более организованы. Поначалу мы не знали, что делать, потому что большая часть людей были не просто раздосадованы, они были, и не просто разочарованы, они были потеряны, потому что не знали, что делать. Так получилось, что с 2010 года я был советником министра образования Украины, ну, на общественных началах, без зарплаты, ну, потому что у меня был бизнес, я мог себе все позволить, а для того, чтобы не было обвинений в коррупции и в чем-то еще, естественно, я был на общественных началах. И основными моими функциями было возвращение в школу понятия Великой Отечественной войны, потому что, ну, для того, чтобы понимать, в каких реалиях жила и воспитывалась молодежь на Украине, то с конца 90-х годов термин Великой Отечественной войны сначала заменили на Вторую мировую, потом Вторая мировая была превращена в советско-немецкую, и потом в советско-немецкую, в коммуно-нацистскую. Причем в учебниках абсолютно серьезно писалось о том, что основной целью коммуно-нацистской войны, там делался знак равенства между коммунистами и нацистами, между двумя режимами, основная цель этой войны – это было взятие под контроль территории Украины. То есть, вот оказывается, Сталин воевал за Украину, хотя в СССР было в составе Советского Союза. Но мы прекрасно понимаем, что манипулировать и непосредственно разжигать страсти легче всего в головах тех людей, в головах меньше знаний, когда ты не можешь апеллировать. Яркий пример, чтобы не с Россией даже сравнить, хотя и с Россией можно взять, например, Чечню или Дагестан, где достаточно много возникло всевозможных экстремистских течений в 90-е годы, вакхабитов, то есть они себя часто салафитами называют. Почему это возникло? И аналогичные движения, обратите внимание, на Ближнем Востоке возникли прежде всего в той же Саудовской Аравии, в Катаре, в Афрении и так далее. Да потому что на нашей территории непосредственно ислам был под запретом, как, собственно говоря, и православие, но, мягко говоря, не приветствовалось. И понятное дело, что когда в 90-е годы началась либерализация законодательства, то люди, не имеющие знания о истинной религии, да, мировой, начали получать суррогат. Этот суррогат непосредственно вкидывали в голову молодым людям тоталитарные секты в виде тех же вакабитов и других всевозможных людей, которые, я думаю, и к вам часто приходят домой постучаться, предложить изучить Библию или что-то еще. То есть мы видим, что это все темы бизнеса. То же самое и на непосредственно Джазире, ну, на Аравийском полуострове. Там было достаточно много бедуинов, да, но это, упрощенно говорю, которые, естественно, не особо были грамотные. Максимум, что они делали, они мерялись за женщином или там воровались какие-нибудь караваны с продовольствием, с чем-то еще. Естественно, там тоже вакабизм очень сильно укоренился. Так вот, если говорить об Украине, надо понимать, что из года в год вдалкивалось отрицание всего русского, и это действительно очень большая трагедия для молодых людей, и вообще для всего нашего народа. Потому что мы должны прекрасно понимать, что и в Айдаре, и в Азове, и в правом секторе, и во всех остальных этих организациях, которые воюют против мирного населения Донбасса, прежде всего, и против русских людей, воюют такие же русские пацаны, которыми никто на протяжении 20 лет с нашей страны не занимался, и они получили ту правду, в кавычках, которую им обвестили, что во всем виноваты москали, что они вовсе не москали, что они не русские. И поэтому, знаете, я принимал участие в обменах, то есть занимался обменом пленов, и было тяжело смотреть на самом деле на этих пацанов, потому что, да, с одной стороны, они пришли вбивать, но с другой стороны, они просто обмануты и превращены в материал. Знаете, здесь очень сложный момент, но яркий пример, обратите внимание, отношение к военнопленным с нашей стороны, со стороны непосредственно украинских корабельных войск. То есть все это прекрасно и видят, когда люди у нас перебитованы, подлечены, накормлены, и наоборот, когда нам возвращают перебитых часто с хроническими болезнями или вообще полуживых, которые часто умирали даже после обмена. Не говоря о том, что еще и следы пута, которые были, начиная с вытравливания и выжигания свастики, это прием обычного штык-ножа с автомата-галашникова, который на раскаленном огне непосредственно, ну, на пятой точке чаще всего это делалось, да, то есть, естественно, ребятам это не смыть, не срезать, это надо делать операцию и всю жизнь с этим ходить. Ну, тем более, все желающие могли найти и в интернете, и слышали о том, когда уже режим Порошенко начал грушить там батальон торнадо, да, карательный, и там уже все услышали те результаты тех зверств, которые были и массовое изнасилование, и убийство, и все остальное. То есть, мы прекрасно можем понимать, что вряд ли там Турчинова, Порошенко и Целиха можно обвинить в Кремлевской пропаганде, как минимум, когда они между собой выясняли отношения. Так вот, если говорить о всем происходящем, то, ну, я старался больше часть времени проводить в Киеве, потому что Савянская гвардия, это общественная организация, которую я возглавлял, она была непосредственно молодежной, и основные направления, это было военно-патриотическое воспитание, это спортивное направление, причем это была не только Украина, но и страны ближнего зарубежья. Так, например, только в Великопольском воеводстве, ну, в Польше, да, вот город Пила, ну, может быть, знаете, лампочки есть, да, вот, энергосперегающие туда родом, вот только в этом городе, ну, только в этом воеводстве было перезахоронено несколько десятков останков советских войнов, которые мы вместе с нашими польскими друзьями и партнерами проводили эту работу с останками советских войнов, белорусских фронтов. То есть по этому направлению было много, и когда вот уже, если говорить о мартовских событиях, ну, вы знаете, понимание какого-то, не знаю, там, страха, чего-то еще не было, потому что все это было быстро, все это было в какой-то горячке, и, ну, когда ты мало спишь, и все время куда-то едешь, что-то делаешь, ты уже в таком кураже, да, если так можно сказать, слово подобрать, в каком-то азарте находишься. Для меня Майдан начался, естественно, с первого дня, вы можете посмотреть ролики, там, ролики датированные 22-23 ноября, показывают, когда берут курточку, на меня нападают и сбивают, ну, как сбивают, там драка была, слава богу, да, никто с ног не сбил, но тогда формально был мирный Майдан, да, это до разгона, так называемого Майдана, еще в ночь с 29-го на 30-е ноября, ну, то есть за неделю до этих событий. Вот тогда белорусские журналисты попытались взять у меня интервью, им, получается, чуть не разбили камеру, поломали штатив, и они там, бедно, убежали с этого Майдана. Ну, это я уже немножко ухожу в сторону, и после событий 1 декабря, когда сотни сотрудников внутренних поиск, а это обычные ребята, которые там служили 18-20 лет, когда они пострадали, попали в отделение нейрохирургии, мы пришли их проведывать, мы были просто поражены. Все палаты были заполнены, то есть порядка 140 человек только были в отделении нейрохирургии, не говоря еще о травматологии, где были поломаны руки, ноги, ребра, ключицы и так далее. То есть тогда мы создали группу поддержки Беркута и милиции. Принцип был очень простой, мы просили всех друзей и знакомых, кто понимает, что происходит, подканиться друг к милиции, подарить их за то, что они делают, и просить их, главное, быстро не допустить переворота. Мы, естественно, начали оказывать помощь. Я думаю, что я не открою, как по истине, о том, что Украина всегда была корруктированным государством, и вообще для украинской элиты, хотя это смешное понятие, потому что украинская элита за эти 20 с лишним лет никогда не существовала, украинской элиты определение Украины, мне кажется, в головах непосредственная этимология, то есть происхождение этого слова, наверное, шло от слова «украсть». Поэтому, наверное, вот они так и поступали все время, Украина, и «украсть». Воровали все и постоянно. Мы прекрасно понимаем, что если создать какое-то предприятие, 20 лет из него тащить, то рано или поздно оно или объявит себя банкротом, или что-то произойдет еще нехорошее с ним. Вот аналогичные действия происходили и с Украиной. Поэтому, когда мы начали спрашивать сотрудников милиции, ну, в Герпутях непосредственно, ребят из внутреннего войска, какая помощь им нужна, оказалось, что им было нужно все. Потому что, естественно, все разворовывалось, а та власть, которая была в лице Инуковича, мы не были, так говоря, их симпатиками, мы прекрасно понимали, что это за люди, и мы прекрасно понимали, что вся интеграционная, да, в рамках Евразийского таможенного союза, вся эта риторика, которая звучала из Устки-Луковича, это была не более, чем политехнологической такой вишенкой, да, которую ему предложили еще в 2004 году американские политехнологи, которые вели его до момента отведения его на убой. То есть я думаю, что его судьба была предназначена еще в 2004 году, когда он занял, как бы, ну, вот, по крайней мере, как говорили российские СМИ, там, про российскую позицию, про русскую, какую-то еще. Ничего подобного не было. При Ющенко мы действовали более активно, в русском поле, в общеславянском поле, чем, например, при Инуковиче. Для примера, во время правления Ющенко у нас было свыше 100 с лишним судов с партии «Свобода», ну, и другими ультраправыми организациями, из них 90% судов мы выиграли, потому что у нас были хорошие юристы и очень сильная команда, которая отстаивала наши конституционные права. При Януковиче абсолютно обратная ситуация сложилась. Практически все судебные диски и все судебные заседания, которые у нас были с нашими оппонентами с правого лагеря, мы проигрывали. Сценарий был очень простой. Украинскому народу, народу Украины, предлагался сценарий или воры, или фашисты, да, и все были уверены, что так как у народа есть большая прививка от фашизма, то все выберут воров по принципу меньшего зла и того, чтобы не было хотя бы войны и не было зла. О том, что Украина обречена, мы окончательно поняли 14 октября 2013 года. Я напомню, что на Украине это, помимо того, что это день запорожского казачества, а Запорожье – это мой родной город, и покрова Пресвятой Богородицы, большой православный праздник, это еще и позорная дата в истории части народа, который жил на Украине, это день создания АУН-УПА, да, вот часто тут немножко путаю в России название, АУН-УПА, там УНАУЦО, еще когда через эту историю непонятно. Это организация украинских националистов, украинская постарческая армия. Это те люди, кто непосредственно принимал присяду, наверное, с Гитлеру, я думаю, фамилии Батера, Шуковича вам известно, ну и многие там другие деятели, которые были. Это те люди, которые по запросам в военно-исторический архив Германии, знали, был получен официальный ответ, что боевых потерь немецкой армии, то есть Третьего рейха, в боестолкновениях с АУН-УПА не замечено. То есть они не могли подтвердить, что хотя бы один оккупант из немецко-фашистских войск, который пришел на нашу землю, погиб в боестолкновениях с АУН-УПА. Теперь мы видим, что их делали не просто героев, кажущую украинскую мову, говоря украинским языком, а именно тех людей, которые боролись как бы и против Гитлера, и против Сталина. Но единственное их более-менее крупным военным столкновением, это был бой под бродами с советской армией, где они были полностью уничтожены. Единственное, что у них хорошо получалось, это карательные операции по отношению к мирному населению. Мы видим, что прошло 70 лет, история повторяется. Причем история повторяется, знаете, до боли, до какого-то вот состояния полного дежурю, хотя, понятно, 70 лет назад мы не были свидетелями тех событий. Вот, наверное, все помните фотографию комбата Еременко, вот такого комбата, который с пистолетом за родину за Сталина. Он был и на 10-рублевых монетах российских, посвященных 60 или 60 кадров нащине. Я напомню, там был еще Жуков, маршал Победы, и Деревянка, который принимал капитуляцию от Японии. То есть всего три монеты, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войне. То есть два маршала и обычный комбат, обычный солдат. Он мой земляк, сапорожный, оттуда родом, а погиб в Луганской Народной Республике, в Славяно-Сербском районе. Такой показательный момент на протяжении нескольких месяцев в линии разграничений между армией Новороссии, конкретно РНР, и украинскими красными войсками проходила ходка по месту его гибели и по месту, где находится его памятник. Причем он стоял лицом на запад, и таким образом армия Новороссия была за ним, а впереди были те люди, которые, по сути, предали своих следов и прадедов и пошли опять с войной на родную землю. С другой стороны, опять же, извините, может быть, я немножко подробно начинаю рассказывать, но для меня это больная тема, потому что, на самом деле, если это не понять и не прочувствовать, а это тяжело понять и прочувствовать, пока ты не был, пока рядом с тобой не взорвался какой-то снаряд, и ты понимаешь, кто говорит, что там как бы не так страшно после первого боя что-то еще, он просто врет, потому что, на самом деле, инстинкт самоскранения срабатывает у любого человека, и если у него нет страха, наверное, тогда уже просто с его психикой что-то не то, потому что ты хочешь просто куда-то спрятаться, закопаться, когда вокруг тебя все взрывается, летят осколки, и под дилетом работают снайперы или кто-то другой. Так вот, на самом деле, так получалось, что история Великой Отечественной войны полностью переформатировалась, уничтожалось все то, что действительно давало возможность нашему народу чувствовать себя народным победителем, и он плавно превращался в народ-предатель. Естественно, когда тебе говорят о том, что День Победы это вовсе не праздник, что это день скорби и чего-то еще, то волей-неволей человек под давлением, тем более внешних обстоятельств и пропаганды, начинает уходить. Мы прекрасно знаем украинскую фразу «Моя хата с краю», да, тем более и в Сибири много переселенцев из Украины, ну, они там очень дальше были, в большей части время столбинских реформ, в Иркутскую область, там и так далее, куда перебрались. Но, тем не менее, люди начали отходить от того, чтобы отстаивать свою какую-то жесткую позицию. Я думаю, наверное, многие слышали такое понятие, как Офна Авертона, да, вот американский ученый, который непосредственно показал технологию того, когда через плавное сдвижение определенных вещей, которые кажутся немыслимыми и запретными в обществе, эти вещи можно сделать абсолютно адекватными, нормальными и в порядке вещей. Ну, вот, из ярких примеров, это, например, та же тема фашизма, да, или национал-социализма, нацизма, как угодно можно давать определение, суть это не меняет. То, что произошло на постукраинском пространстве. Если до начала, ну, то есть до начала 90-х годов тема фашизма была не просто таблированная, это было абсолютное зло, и все прекрасно знали, и все знали, какой ценой нам обошлась победа, то с начала 90-х годов начали плавно говорить, что, может быть, не все так однозначно, может быть, там люди все-таки ошибались. То есть сначала их пытались реабилитировать сознание. Потом, естественно, с нулевых годов мы уже увидели более агрессивную политику, и в конце концов, слава нации смех вараган, или слава Украине героям славы. Ну, казалось бы, чего плохого? Слава Украине, да, то есть люди просто призывают славу, да, то есть призывают славу своей стране, своей земле. Но надо понимать, что еще перед началом Великой Отечественной войны, во войне, а все желающие могут найти эти документы и просекречены из архивов, документов Аббера, четко было сказано, что Халь, Гитлер, Зигхаль жителям Украины будет непонятно, как приветствие, да, во-первых, оно на чужеродном языке непонятное, а слава Украине героям славы, оно уже использовалось сеченными стрельцами в годы Первой мировой войны и чуть позже, и, соответственно, правильно адаптированное и встроенное в систему новых координат и ценностей, оно будет очень хорошо и качественно приветствоваться, что, в принципе, в виде произошло. Обратите внимание, что украинское независимое государство было принято 30 июня 1941 года в Борьбове сразу после оккупации этого города нацистскими войсками. И все желающие могут в Ютубе впить ролики и посмотреть, как абсолютно с открытыми лицами в этом году, чуть не на официальном уровне, пытались это праздновать в Херсоне, Николаеве и других городах исторической Новороссии. Причем, мало того, там честно зачитывали весь текст, где говорилось про Гитлера-возволителя, ну, то есть про Гитлера-освободителя и про все остальное. Естественно, это не нацист, естественно, это нам показалось. Меня очень удивляют, что вот некоторые граждане России, да, которые просто приезжают в Киев куда-то еще и вот входят там с табличкой, извиняясь за Россию, и говорят о том, что вот видите, я с трехлором, я с российским паспортом, а меня никто не убил и не изнасиловал. Ну, это одно из двух, или глупость, или подлость. Ну, в любом случае, это надо исправлять и не допускать в будущем. Я не праве учить или навязывать позицию, да, жителям России, и непосредственно, тем более, жителям Новосибирска, но понимать это надо. Тем более, насколько я помню, в годы Великой Отечественной войны все-таки Новосибирск стал на одну четверть Лейнградом, да, когда Лейнграда была массовая эвакуация. Эвакуация, я думаю, что у многих жителей Новосибирска есть и родственники, там какие-то остались, корни, а судьбу Лейнграда в годы Великой Отечественной войны, я думаю, ну, не мне вам рассказывать. Поэтому, да, вот, я прошу прощения, возвращаясь к вопросу начала марта, да, вот у нас была группа поддержки Беркута, так как коррупция на Украине была полосальная, ребята при морозе в минус 20 стояли в лейнгих Берксах. Понятно, они отмораживали даже ноги, да, вот, нам даже говорили о случаях ампутации, я конкретно этого не знал, ну, не могу подтвердить, но вот непосредственно сами сотрудники милиции нам говорили о том, что у некоторых даже ампутировали пальцы, ребят, потому что они по 2-3 часа стояли на морозе при минус 20, естественно, в лейнгих Берксах, которых подошло там, я не знаю, на каком-то рыбе мигу, наверное. И вот мы поняли, что надо обеспечивать всем, что действительно вот мы должны сделать им таловое обеспечение, и мы начали покупать теплую обувь, лекарства, тепловые кушки. Так как ребята несколько месяцев были там, то, понятное дело, все, что они заказывали по списку, мы им привозили. Это были там машинки для стрижки волос, да, там стиральные машинки, какие-то элементарные вещи, которыми их никто не обеспечивал. И, естественно, у нас возникли дружеские и близкие отношения, потому что все прекрасно знали, что мы от всей души идем и помогаем этим ребятам. Ну, всего абсолютно от простых людей, да, то есть это не какая-то централизованная помощь была, абсолютно от простых людей за два с лишним месяца мы оказали помощи там, ну, около 300 тысяч долларов. 50 тысяч – это собственными силами с моими там друзьями, партнерами по бизнесу, и 250 тысяч – это прямые пожертвования, которые люди просто славят. Причем наиболее активными регионами были Львов, Ивана Франковский, Тернобыль, да, это по поводу мифов о том, что в Галичине живут там какие-то фашисты или, как их называют, укропы, да, это опять же технология расчеловечивания. Я попрошу как бы вот избегать подобных определений, потому что врагам и надо, чтобы русские рубили русских, и чтобы как можно больше мы себя там уничтожали на этой земле. Да, я прошу прощения, я могу много говорить, поэтому давайте меня перебивайте, если что. Кто, да, да, зато задать вопрос. Подайте, пожалуйста. Когда будет вопрос, руку поднимайте, пожалуйста, девушки подойдут. В одной из передач Аркадия Маунтова была затронула тема оранжевной революции, которая была в Киргизии. И там на передаче одна из, ну, женщина из представителей государства Киргизии сказала, что эта революция была приведена не на деньги, в большинстве случаев, скажем так, американцев, а на деньги, скажем так, самих Киргизов. То есть, какие-то, скажем так, слой общества, который перебивался там не совсем законными заработками, не платил налоги и так далее, ну, определенный слой общества, который здесь у нас наш президент назвал пятой колонной, значит, организовали всю эту революцию. Сейчас у нас, как вы знаете, введен закон о регистрации организаций, которые получают помощь из-за границы, дабы хотя бы контролировать, кто у нас какую деятельность ведет, за чьи деньги и так далее. Вот. Так вот, вопрос такой. Если бы такой закон был введен на Украине заблаговременно, он бы помог предотвратить Майдан? Спасибо за вопрос. Вы знаете, как бы, ну, понятно, что история не имеет составляющего направления. И что было бы, если бы приняли такой закон или другой? По вашему? Ну, по моему, по-моему, одним этим законам дело бы не ограничивалось, потому что, я напомню, в январе 2014 года было принято несколько законов, да, которые потом были названы там варферскими, антидемократическими и так далее, которые вот вводили жесткую ответственность за падение на сотрудников милиции, за пропаганду нацизма и за все остальное. Кстати, значительная часть из этих законов, которые якобы ограничивали свободу, были приняты уже потом после переворота, для того, чтобы легче было наказать людей. Но, естественно, только не тронули тему пропаганду нацизма, да, чтобы не было чересчур. Как бы формально тронули, но привоняли вместе с коммунизмом. И мы видим, что у людей везде присутствует свастика на облагах, на официальных печатях уже Министерство внутренних дел Украины, да, всем желающим я могу показать это и в зонт-сетях и так далее, и в батареонной Азовке и так далее. Но, естественно, она немножко модифицированная, да. Вот, наверное, все помнят новую трюку, характерную нацистской дивизии, вот, так вот, как у УАН, да, и посредине. Но Украина просто зеркально разорвалась. Те, кто воевал под Сталинградом, те, кто воевал непосредственно Бородежского фронта, вот, как раз сталкивались с этой военной армадой Третьего рейха, если говорить по Украине, она была отречена. Она была отречена с того момента, к сожалению, да, хотя мы все делали для того, чтобы спасти, и любой желающий может найти меня, ну, может найти видео уже старое, да, то есть еще в тех времен, когда я ходил в куртке с синий-желтым флагом и стеллюцем, причем я ходил не в России, показывая, что все абсолютно спокойно, а на Украине ходил в куртечке с надписью «Россия» и непосредственно с российским гербом. При этом, когда на Украине пошла колоссальная агрессия, да, вот просто люди могли там затолкнуть за них крючок, да, высказать свою недовольство, почему ты в этом. Когда я спрашивал, почему, говорит, ну, это чересчур. Вот что, не видите, да, что почему вы ходите в символики этого государства? Это еще задолго до Майдана, то есть это до переворота. Так вот, интересный момент, что, когда я обращал внимание, почему люди уходят с куртечки в Канаду или с Саидом и еще каких-то, да, люди не могли дать объяснение, почему тех можно, а в это нельзя. То есть по умолчанию, понимаете, место сидения определяло точку зрения. Как только у нашего народа начали решать, как только наш народ начали решать собственные самодификации, как только его начали заставлять и убеждать, откликаться от русского имени, то ничего хорошего из этого получиться не могло. Как только на Украине начали появляться учебники в двух вариантах, то есть с той историей, какая была, которую помнили все еще старшие поколения, и в другой, абсолютно истории с мифами, да, то есть даже не сказками, а просто с мифами, понятно, что один народ не может учить две истории. Эти две истории закончатся конструктом, потому что это конструкт мировоззрения, и те, кто учили в школе эту историю, вырастают и, естественно, гресят какими-то действиями и поступками. Смотрите, просто вот, по вашему мнению, вот эти вот учебники новой украинской истории, они были произведены на деньги самой Украины, либо кто-то финансировал их? Нет, ну, безусловно, нет, так же, как и в России, мы все прекрасно знаем, что тот же господин Сорос очень активно работал на украинском, фонд назывался «Педроджения», ну, то есть «Возрождение», мы вот всегда называли «Вырождение», да, то есть «Подвырождение», потому что то, что там давались, ну, под красивой обложкой, да, на грантовой системе, это было колоссально, ну, колоссально не просто ложно, то есть ты когда читал, подумал, что если в юности ты это прочитаешь, то просто у тебя это вынесет в мозги, ну, достаточно быстро, тем более, если ты это в детстве прочитаешь. Я приведу простой пример, я говорил, что я много путешествовал до войны, и так, что мы находились непосредственно в Индии, то есть около одного из каких-то храмов великих моголов, да, то есть еще тех рук, и вот храм, и на храме изображена фотография, ну, то есть как бы звезда пятиконечная изображена свастиха, ну, надо понимать, что есть там свастиха-селенка и шторка, да, это там символы по дороге и так далее, там все, в южиизме и во всех остальных там индийских всевозможных традициях, и звездоды, то есть как бы три звезды были на одном храме, ну, около каждого храма, я говорю, надо же смотреть, три символа, которые будоражили все 20-е столетие, ну, у нас была группа людей, которые были, ну, получается, просто туристы, собранная садянка там со всего бывшего союза, кто откуда особо так, я не знал, и вдруг человек говорит, да, Танису у нас сперли, или у кого у нас, у украинцев, ну, я думаю, человек шутит, да, потому что, ну, наверное, все слышали вот эти ученики, которые больше похожи на какой-то маразм, там, про великих укров, там, да, про то, что жизнь на земле появилась, там, была святена с Венерой и появилась на Украине, да, то есть, как бы, о том, что казаки строили пирамиды, ну, вы понимаете, это даже смешно повторять, потому что оно часто, мне кажется, люди это пишут в шутку даже, да, вот, ну, поймаете, даже если брать, ну, кулишовку, то есть кулишовка – это, как бы, систематизированная украинская мова, вот в 19-м столетии, это вот кулиш, ну, классика правительской кературы, талантливый человек, он ее систематизировал для того, чтобы не особо грамотные люди, которые на ней говорили, могли хотя бы изъясняться и писать, но когда он узнал, что на основе этого пытаются сделать не русский язык и отдельный от русского, он брал на себе волосы, да, и говорил, что, ну, посмотрите, что там делают враги, так же, как вы можете почитать, как себя называла там Леся Украинка, то есть Украинка – это было определение еще вероисповедания, потому что в Австро-Ленгерской империи или в той же Жечи Посполитой, в Польше, естественно, сама, ну, чаще всего православие было или под запретом, или подвергалось гренением, поэтому возникла как раз так называемая униатская церковь, да, или греко-католики, то есть это те же обряды, что православные церкви, но только признавали единоначалия Папы Римского. Я немножко, опять сейчас в сторону глубоко ухожу, но это надо просто понимать эти вещи, которые происходили. Поэтому украинец – это был тот человек, который входит в эту церковь, но ходили туда не потому, что отрекались от православия, а потому, что были хотя бы те же обряды и в те же дни праздники, соответственно, когда возникла возможность вернуться в полно-православные церкви, эти люди возвращались. Так вот, если говорить, ну, извините, я увлекся, если говорить по Киргизии, да, то есть и по всем остальным революциям, так называемым, да, по сути, просто простым переворотам, надо понимать, что американцы все-таки, ну, достаточно, ну, просто разумные, да, люди, они все-таки съели на этом собаку, и не одним, да, и даже не один народ. А если брать, ну, только американцы, ну, вообще, англосаксы как таковы, да, и западный мир шире, если брать, если брать, если вырослились, мы прекрасно понимаем, что традиции, традиции колонии уже начнут быть свыше полутысячи лет. Естественно, когда они разводили там на гусики единицах или кого-то еще, мы в это время даже не думали о том, что могут быть какие-то технологии. Потом эти технологии начали качественно меняться. То есть, что может быть лучше, если убедить человека в том, что плохое – это хорошо, и хорошее – это плохо, что мы видим происходит. Защитка нашей территории сейчас идет там и через однополный брак, и через все остальное, да. Сначала федерасты, а я не вижу в этом слове ничего ругать, но мы можем открыть словарь, это и есть, украли у детей радугу, да, то есть, вот как бы, теперь они пытаются у взрослых украть уже понятие брака и семьи. То есть, скоро, это зачем делается? Это как раз вот те лопные вертоны, которые нас лишают понятия, что такое хорошо, что такое плохо, и завтра уже неудобно как-то что-то сказать. Знаете, была передача, ну, вот, где мы как раз с родительской комитетом Украины проводили вот серию мероприятий, а на Украине под давлением, прежде всего, США и Великобритании пытались принять вот эти все законы о ювенальной юстиции, об однополых там браках, о невозможности преследования. Ну, а эта невозможность преследования заключалась в том, что если человек пришел на работу устраиваться и ты его не взял по каким-то профессиональным качествам, то если вдруг он заявит, что он на традиционной сексуальной имитации, то ты должен сам выплатить штрафу, выплатить ему там чуть ли не несколько месячную зарплату. Естественно, это, ну, никого не устраивало, и народ выступал против. Но это очень сильно продавливалось через верховную рату, и поэтому гражданское общество отвечало тем, что мы не хотим таких подобных законов, потому что завтра будет выгодно себя в подобном среде называть, пусть и как будто только для того, чтобы устроиться на работу или заработать денег. И вот момент заслой, во время передачи, ну, утренняя передача какая-то, да, вот обычный утренний эфир, когда там бьют кофе, что-то рассказывают, всякие там, кроссворды, гороскопы, конкурсы рассказывают, мы обсуждали то, что какие инициативы с нашей стороны, почему мы против того, что нам навязывается непосредственно извне, и идет педагогенная реклама, и мне журналисты говорят, Владимир, не говорите слово гомосексуалисты, я говорю, почему? Но оно слишком такое вот ругательное, оно вот определяет человека как больного, да, вот гомосексуалисты так плохо, она говорит гомосексуал. Вот вы знаете, здесь есть очень у вас хороший ресурс, ну, хороший по посещаемости новосибирский, да, вот самый популярный в интернете, я думаю, что те, кто активно пользуется интернетом, подскажет мне эти три буквы, да, то есть, и вот там аккуратно используется только слово гомосексуал, да, вот у них. И почему-то на главной странице этого сайта, сколько я не захожу, там две основных проблемы. Проблема нетрадиционной социальной ориентации фриналистского пляжа в Новосибирске, да, вот просто эти две проблемы из недели в неделю переходят, то есть все остальное в Новосибирске уже решено. Ну, понятно, что это как бы мелочь, и понятно, что, я не знаю, если журналист этого СМИ, я бы с удовольствием с ними пообщался, да, но почему-то не получается, когда мы общаемся в России, а? В России не приходят, да, ну, жалко, потому что как бы мы готовы к диалогу, мы отвечаем за свои слова, но вот не получается это все делать, это уже потом мы вернемся к теме медийной протачки, вот вы как-то сказали, если угрозы, угрозы есть, потому что на самом деле Россия сейчас, это Украина, 10-13-го годов, в зависимости от региона, где-то еще 10-й, не так быстро все прошло, где-то уже 12-13, где-то там подготовка в информационном пространстве, тема, расчеловечивание, да, и четкие технологии, которые идут. Естественно, в неделю, когда власть с ними не общается нормально, а власти идеальной быть не может, мы прекрасно понимаем, что государство и власть – это институтные инструменты принуждения, да, и мы, по сути, добровольно отдаем часть этой власти государству только для того, чтобы оно обеспечивало более-менее справедливые условия существования, строило дороги, соц. и так далее. Так вот, почему я вспомнил просто про передачу журналистов, да, и они говорят, что вот так вот так вот нельзя говорить, надо говорить гомосексуал. Я задаю вопрос, почему, говорит, ну, нас там на курсах по кентрному развитию, да, вот как вы учили, мы это знаем. Ну, ребята юные, старательные, там, парень и девушка, вот они это выучили, они это знают. Поэтому надо понимать, когда еще Ходдафон Бисмарк говорил о войне 19-го столетия, да, между Труссией и Францией, да, что войну на самом деле выиграл учитель, то есть который четко вкладывал в голову все, что есть. По поводу учебников, начальники печатались и выпускались, приведу пример. Я на протяжении трех лет возвращал, ну, как бы вот я функционал себе выбрал, что эти русскоязычные классы, потому что вот в городах, где все говорят на русском, где русские являются родными, но при этом нет русскоязычных школ. Естественно, дети говорят на русском, они думают на русском, но пишут на украинском, ну, то есть украинскими буквами. В конце концов, получается, полная безграмотность отрезает это, естественно, детей и молодежь от колоссального пласта русской культуры и русского искусства, и прежде всего русской науки, потому что как придумывались украинские слова, заменители для русских, да, это, ну, это отдельная тема. Вот у нас на Украине, как бы, есть там телеканалы СТВ и так далее, они все время придумывали новые слова. Я, например, вертолет, он был вертолит, потом он стал великоптер, да, то есть мы взяли просто из английского языка, а потом стал гвинтокрыл, чтобы москалин не догадались, что такое гвинтокрыл, да, то есть вот такая-то фигня. Потом начали менять букву Ф на Т. Вот была арифметика, стала арифметика, то есть, ну, многое, это все на протяжении там 10-15 последних лет. Добавлялась буква Г, ну, то есть как бы еле Г, ну, мы знаем, что на юге России всегда ГУКОЛИ, да, то есть в Украинах, в Украине где-то еще, это всегда ГОВР, так же, как в Москве АГАЛИ, где-то ОКОЛИ, ну, это все свои нюансы, да, то есть конкретного звучания. Вот начали добавлять эту букву Г, которая там использовалась буквально в 30 с лишним словах, но уже немножко иначе, немножко отличалась. Так же, как там стена превращалась ГУР, да, то есть, как бы мы знаем, что ГУР, да, в немецком языке стена. И я рекомендую почитать степени, что Лазаря Моисеевича Казановича, да, который непосредственно был известным деятелем партии большевиков, да, КПБ, и деятелей УССР в 30-х годах, когда они ему пишут, говорят, слушайте, ну, нет там украинских слов. А он говорит, не рефиксируйте, берите польские, да, вот так они как бы брались, и вот так эта реформа вся придумалась. Опять же, не могу не вспомнить Булгакова, который очень хорошо и в Белой гвардии, и в других произведениях показал, как эта вся украинзация шла. Но украинзация в 20-х, 30-х годах намного была сильнее, чем в 90-е, в нулевые годы, которые мы прошли. Потому что при большевиках была и посадка, и, ну, практически вплоть до расстрела и так далее. Так вот, когда мы возвращали в школы понятие Великой Отечественной войны или пытались открыть русскоязычные классы, мы сталкивались с тем, что именно на уровне директоров или начальников районов делалось все, чтобы это не происходило. Мы не могли понять, то есть удобнее. Родители просят, родители пишут письма. А директор, да, там, школы, или чаще всего сотрудники на районном или областном, там, городском уровне, не всячески тормозили. Потом, когда я начал изучить эту тему глубже, я увидел, что все они сидят на грантном обеспечении. Это грантного обеспечения, куда больше официальной зарплаты, которая в Украине больше была похожа на пособие на безработице, это же иногда больше было, чем это зарплата. Естественно, люди четко понимали, где они берут деньги и за что они получают эти деньги. Поэтому все делалось для того, чтобы это не возвращалось и не возвращалось в понятие четких ориентиров. Вот первое головное дело, которое, я только официально знаю, по мне возбудили еще в 2007 году, если не ошибаюсь, да, при Ющенко, оно было возбуждено за то, что я начал изучать тему голодомора. Мы знаем, что в 1932-1933 годах был большой голод на Украине. Как и в 1946-1947, ну, то есть регулярно этот голод повторялся раз в 15-17 лет, в защитной степени это была проблема в системе сельского хозяйства, когда ее сменили, то стало намного легче. Так вот, когда я начал изучать эту тему, на Украине сдавались такие большие книги, это книги памяти, да, жертв голодомора. Понятие голодомора пытались сдать определение геноцидом. Мы знаем, что геноцид это уничтожение одним народом, другого, по национальному признаку. Когда я, в конце концов, добыл эту книгу, мне никто не хотел давать, ни в СБУ, ни в областных властях, ни где только было, то есть я ее выкупал, скажу честно, не поверите, дал взятку, чтобы получить эту книжку из одного из госорганов. Когда я открыл книгу, начал листать и записывать, систематизировать причины смерти, то я был поражен. То есть, во-первых, например, там, убийц пьяной драки. Я понимаю, что пьяные драки, наверное, могли зарезать только голодного человека, да, там, умер, там, 107 лет, умер от старости, да, ну, допустим, что в 107 лет человек, да, наверное, был голоден. Мы внесли, я почему ухожу в сторону об Украине, это просто тех технологиях манипуляции, расчеловечивания и подменной понятий, которые на самом деле качественно вкладываются в головы. И вот, когда мы начинали анализировать, там, убит молнией, я понимаю, что молния, наверное, бьет только в голову того человека, который плохо ел. Но больше всего нас поразило в августе-сентябре, уже не помню, 33-го года, когда по официальной версии доели всех детей, да, и всех там родных, когда уже все, там, пряты москали, там, с жидами, но в языком оригинала, да, уже там всех практически уничтожили. И там написано «убит быком». Но я не мог понять, зачем был жив бык до августа-сентября 33-го года, когда, да, он молока не дает, ничего не дает. То есть, это все равно там несколько сот килограмм мяса, которые бегали и еще убили жителей. И тогда я понял, что на самом деле тут колоссальная подмена понятий. Вот фотографии, которые вы можете найти в сети «Голодомор Украины 32-33 год», чаще всего вы увидите фотографии, там, вот женщина такая с ребенком, женщина в косынке, ну, много таких ярких образов. Действительно видно, что люди голодные, дистрофики, да, по своей структуре и действительно страдающие. Так вот, оригинал этих фотографий, 90 с лишним процентов этих фотографий, это фотографии автора Фритя Ванансена, это лауреат Нобелевской премии, норвежец, он умер в 1930 году, то есть за 2-3 года до всех событий Голодомора. Я вышел на семью его потомков, в Норвегии они живут, они просто плакали, они там были рады достать, что я первый из Украины, кто к ним обратился, потому что они говорили, что они писали кучу писем, обращались, что Украина неправильно использует фотографии, это не то, это не Украина, да, это голодающие люди по Волге 20-21 годов, городов Энгрис, Саратов и так далее. То есть даже здесь была технология подмены понятий и разжигания ненависти. Причем на многих фотографиях оригиналах, но не только Федер Анатсена, других, например, сидит девочка просто на бордюре, сзади нее пасется коза, то есть козу в фотошопе убирали, да, сидит просто девочка и подпись, что вот она уже такая слабая, что не могла идти. Потом много было фотографий вообще взятых из времен Великой депрессии в США, штата Коннекции, тут еще там каких-то штатов, я уже не помню о каком, где во время Великой депрессии, мы знаем, американских фермеров сгоняли из земли. И вот там видно, что просто дети худые, но не наши, да, вот какие-то протяжки такие, ну то есть немножко иначе были одеты дети, да, в 30-е годы. Дети были не наши. Да, ну когда оно бросалось в глаза. И вот тогда я просто, ну больше всего меня поразило то, что когда мы начали анализировать, мы брали там слабое желудко, да, там, от старости мы включали сердечную недостаточность, туберкулез, мы все это включали в понятие возможных причин голода на самом деле, да, то есть все может быть, мы понимаем, что все это может развиться из-за плохого питания. Все равно получалось, что от официальной цифры голода, которого жертвы голодомора, опять же повторюсь, трагедия была, люди умирают. То есть говорить, что этого не было, это неправильно. Многие люди умирают, мы пообщались с десятками, сотнями людей, которые тогда еще были живы. И вот они говорили, что да, было плохо, что был неурожай. Во-вторых, что было? То есть так как в отряды подразверски часто входили местные жители, то кто-то кому-то хотел отомстить, да, кто-то там горбуз дал. Ну, а на Украине горбуз давали, когда приходили свататься, а если отказывали, то давали горбузу. Кто-то обиделся, да, что там не дали там дочку или кого-то еще, и приходил там тоже, пытался как-то свести счеты. И, естественно, эти проблемы все были, то есть, ну, не все было так однозначно, да, говоря языком дочки офицера. Но больше всего нас поразило то, когда мы начали анализировать по этническому составу, если давать определение геноцида, то это был геноцид русских, немцев, болгарьев, евреев. Потому что этих людей по национальности умерло намного больше, чем было в пропорциональном составе тех регионов, где был голод. А потом был большой стандарт, когда мы нашли списки избирателей нескольких десятков сел украинских, которые были внесены как жертву голода. Но для понимания, эти люди жили в 2006-м годах, они были живы. Когда нам показали, что они умерли 70 лет назад, да, конечно, ну, села на Украине довольно простые, да, они там вот в Сумской губернии, в Полтавской выходили на улицы, да, со словами, ну, что что такое творится, да, уже там, как бы заживо похоронили. И вот тогда было возбуждено уголовное дело, как оно там звучало, я сейчас дословно не помню, но помню, меня так поразила формулировка за информационную диверсию иностранных спецслужб, да. То есть, ну, тогда, правда, о руке Кремля и о клятых москалях не говорили, но всем было понятно, какие спецслужбы. Это все было на основе только моей публикации, что как из великой трагедии делают мозгомор, что специально шла подмена понятий и обвинения людей. Да, извините, что ушел в сторону, но это важный момент, чтобы понять. В 2005-2007 годах эти дети, им было 10, 12, 13 лет. Спустя 7-9 лет, это как раз те 17-20, 22-летние люди, которые уже берут в руки оружие, и у них нет жалости, потому что они знают, что все зло на их земле есть от этих пятых москалей, которые непосредственно откуда-то пришли на ту землю, где они всегда и жили, собственно говоря. Спасибо. Вопрос? Добрый вечер. Олег Азамов, капитан Паран Казапасов, коммуниратов на подводной лодке К-19. Консультировал в свое время Харрисона Форда, американцы, для главной роли в фильме К-19. Родом в Западной Украине, с Ивана Франковского, то есть, скажем, из одного из центров Бандеровича. Для меня слово «майдан» знакомо с детства. И как оно из хороших слов превратилось в сегодня нарисательное, могу рассказать целую историю, но это время. На моих глазах это все превращалось. Каждый год я приезжал в отпуск. Это началось с того, что мне запрещали, не запрещали, мне рекомендовали ездить в фурме, потом вообще, что я поверялся. В отпуск я ездил каждый год до 13-го года. У меня там живет мать, и 9 июля исполнил 92 года. Два года же не могу в отпуск попасть, мне запрещено появляться, там брат с ней. Поэтому, как это слово «майдан» превращалось, могу погоданно рассказать. И все это касало, к сожалению, молодежи. Вот в школе у нас были случаи, когда поджигали флаги Советского Союза, резали портреты Ленина. Это делали молодежь, сыновья тех, кто отсидел в Сибири, там, по 10-15 лет за участие в подростном движении. Сегодня, слово «майдан» нарицательное, я как военный человек считаю, что это одна из американской технологий подготовка к войне. Так она сегодня есть. Просто эта технология известна давно. Это могла площадь Тахир, в Египте, могла быть площадь Таймэй-Кентай. Сейчас мы называем «майдан». Почему я считаю технологией? Потому что сегодня что видите? Война в Донбассе. Американцы не против реализовать более масштабную войну, а может быть и мировую. К сожалению, это больше всего касается молодежи. Их с детства воспитывают к этому. И я свидетель и вы свидетель. К сожалению, мы тоже причастны, наше поколение и наше проекте, к тому, что может создаться майдан. У нас расстояние общества, расстояние молодежи. К сожалению, у нас есть молодежь бедная, есть молодежь золотая. Та не преднует другую, та завидует или не знает что. Если что-то в нашей молодежи есть, протестовать за что? Я помню детство, у нас после школы все было занято. Физкультура, спорта, у меня там мастер спорта. Сейчас все платное. Для золотой молодежи доступно все. Для более, скажем, бедной, деревенской ничего нет. Поэтому я думаю, что нужно, чтобы у нас не появился новый майдан. Конечно, заняться, во-первых, очень молодежью. И, к сожалению, я наблюдаю. Мы много говорим. Я смотрю сейчас на передачи центральной встречи с Соловьевым, с Киселевым, с Зеленским. Хорошо все делают. И почему-то это не доходит до наших верхов политических. Все остается на прежнем уровне. Так же и здесь. Мы вот встретимся, поговорим, говоримся правильно. А что дальше? Какой вопрос, Владимир? Я не столько вопрос хотел бы дополнить. Его рассказы, его самым забоим. Но это даже не вопрос, а предложение, как довести наше собрание, наши выводы, наши предложения. Опять довести, товарищи, возьмите за молодежь. Олег, я прошу прощения, что вас перебивают. Давайте очень просто. Я сейчас являюсь экспертом, это не пустое слово, при РИСИ, в Российском институте средствующих исследований. Это при президенте России. То есть то, что мы пишем, оно попадает. Я это вижу, потому что идет реакция на многие наши нафильские письма, на многие наши записки. Давайте вместе общаться, давайте... Оно попадает, но почему-то нет ответа. Не, ну понимаете, Москва не сразу устроилась. То есть я не хочу там давать каких-то личных оценок тому или другому представителю российской власти, как таковой. Но мы должны прекрасно понимать, что когда значительная часть людей, давайте положим руку на сердце и честно скажем, значительная часть людей переживает не из-за воровства, как такового, да, там, кормушки власти, чего-то еще, а из-за того, что это не он. То есть у нас сдвинут прицел вообще оценки происходящего, как такового. Надо четче и честнее, да, вести диалог. Естественно, так же, когда возникает какое-то недовольство, если где-то люди выходят на улицу, это не значит, что это сразу Майдан, да, потому что если какой-то чиновник мелкого масштаба, не знаю, не будет выполнять свои функциональные обязанности, рано или поздно там что-то прорвет, извините, да, и то, что прорвет, будет плохо пахнуть, он будет говорить, нет, вы не мотивируете, все нормально, живите в этом, да, то есть плохо пахнущим. Это другое. Я не призываю ни в какой степени так подобным вещам. Это надо четко, это должен быть диалог людей с властью, но с другой стороны, это должен быть диалог без посредников, да, без внешних сил, потому что предпосылки к Майдану, да, к недовольству есть всегда и везде. Покажите идеальное общество, только, ну, не будем говорить там о коммунизме, да, или о земле обетованной, там, или, не знаю, о каком-то Эдеме, да, там, о каком-то рае или о чем-то еще. Майдан, наше понятие сегодня, как нарицательное, он готовится до ума, не просто так вспыхнет внезапно, боимся. Мы должны смотреть на причины появления. А у нас такие причины есть, к сожалению. Понимаете, почему мы должны о них не говорить, их нет? Не есть. Мы почему-то призывать, потому что боимся, что у нас не был Майдан. Правильно? Мы должны обсуждать причины. Какие есть, где есть причины. Спасибо. Спасибо большое. Чужие, поздите. Молодой человек хотел сказать. Каждая, человек напрямую отвечает с честным, прямым ответом. Только микрофон? Будьте любезны. Мы вас сейчас, микрофон, Ильдан уже. Владимир, вопрос. Вот всех интересует в Армении, вы были здесь микрофон. Все, все прошу. В Армении происходили события, вот как тоже классифицировать? Это был Майдан, не Майдан, революция? Что это было? Как вот определить, классифицировать вот это, вот эти события? Спасибо за вопрос. Но на самом деле как раз то, что Олег, я послушаю, что я забыл, как раз и понял тему. Я в Армении был несколько раз в прошлом году, как раз ездил к нашим друзьям и соратникам. Они просили, мы консультировали их по вопросам цветных революций, по Майдану, потому что там все готово. Для понимания, в прошлом году в Армении было вложено свыше 250 миллионов долларов только наличных средств на раскачку общества. Но вроде сумма 250 миллионов долларов, или так, велика. Но если взять соотношение населения Армении и Украины, то эта сумма абсолютно идентична тем же 50 миллиардам долларов, которые были потрачены на Украину, потому что Армения не большая страна в ней всего тренированного населения. Так вот, там со всех сторон подходили, пытались прошатать его общество. Здесь надо понимать о том, что основа Майдана, я уже говорил, что это помимо принципа верю-неверю, это еще и принцип предательства элит. Так вот, в Армении на самом деле было два направления, по которым пытались раскачать ситуацию. Это тоталитарные секты, всевозможные не алкаризматы, я не буду какие-то названия давать. Мы прекрасно знаем, что в Армении есть там святая апостольская, православная ирганская церковь, которая вот испокон веков. Мы знаем, у нее отдельная, называемая архитектура и так далее. И с другой стороны, непосредственно, это были те активисты, как называют, вот эти два направления вкидывались деньги. Мы помним, чем заканчивались подобные там парады в Грузии, и тем более такое не могло произойти в Армении. В прошлом году мы видели, как шаг от шага к Майдану готовят все больше людей, вкидывают деньги, пытаются разжечь. В прошлом году попытка дестабилизации ситуации в Армении еще была и со стороны территории Нагорного Карабака. То есть, когда сначала, вы можете как-то следить в средствах массовой информации, это четко видно, в мае прошлого года непосредственно американские специалисты заявили о том, что необходимо проблему Нагорного Карабака решать при помощи миротворцев от НАТО и западных консультантов. Сразу после этого было общение западных дипломатов с Ирпамом Алиевым, да, то есть с сыном Дидара Алиева, и после этого началось противостояние в Нагорном Карабаке, которое унесло несколько жизней и с армянской, и с асербайджанской стороны. То есть Алиеву четко сказали, или Майдан к бабу, или боевые действия, да, то есть так как все Майданы боятся очень сильный вес, что невозможно устоять, то подумали, ладно, немножко по войне. После этого Путин взял с собой, ну, видно, он нашел какие-то доводы, на которые не смогли отказать ни Алиев, ни Сарксян, президент Армении, взял с собой, кажется, или в Сочи, или куда-то туда, до юга России, и посадил, вот это точно было в новостях проходило, повез их на бои без правил, да, где по одну руку сидит Сарксян, президент Армении, по другую Алиев, Азербайджан, и они вот такие вот оба сжатые, ну, видно, не знаю, как у них там были переговоры за кадром, да, и вот на помосте в это время там просто ломают, убивают, ну, то есть там бои без правил жесткие, вот они оба сидели-сидели, да, то есть, ну, видно, потом Путин еще объяснял за кадром, помимо того, что нам показали. После этого проблема в Нагорном Карабахе не то что ушла, но резко был понижен градус противостояния, и оба президента поняли, что они не останутся на архивной власти, если будут это качать, потому что никто их проблемы не решит. Обратите внимание, что Армения первая спрыгнула с пути, по которым мы ее ввели вместе с Украиной и Молдавией, то есть по пути на убой, да, вот этой еврооккупации, да, ну, ее еще называть евроассоциацией, но очень важно называть вещи своими именами, да, потому что евроассоциация – это когда ты подписываешь ассоциацию и какие-то там плюсы-минусы. Когда ты подписываешь и ты только все теряешь, то это, естественно, оккупация. Просто традиции колониального стиля 500 лет, да, то есть надо понимать, что опыт не пропьешь, тем более за 500 лет. Обратите внимание, как начали хорошо себя чувствовать страны типа Туниса, да, который подписал договор о евроассоциации реальной еврооккупации, Египта. Эти обе страны подписались за несколько лет до своих цветных эволюций. Страна Албания тоже не очень славится, наверное, уровнем экономического развития, но она подписала договор о евроассоциации. Когда Сирию начали убеждать, соблюдать договор о евроассоциации, то почему-то внимание со стороны Европейского Союза стало что-то более агрессивное, помимо Саудовской Аравии и США, которые, естественно, там тоже играли на этой площадке. То есть договор о еврооккупации, евроассоциации, это, ну, знаете, вот я для себя его сравниваю с таким консервным ножом, да, в котором скрывается консервная банка, если за консервную банку мы принимаем суверенную экономику той или другой страны. То есть она скрывается, достается все, что есть, и выкидывается. Пустая банка, когда падает, что делает? Гремит. Вот этот гром, это и есть эти цветные революции, которые потом возникают, потому что в Тунице несколько снизился уровень жизни. В Египте то же самое. Но в Египте вообще интересная ситуация была. Все желающие могут найти, ну, в полноязычной, по крайней мере, в сегменте интернета, точно есть цифры помощи, которые оказывали США Египту на протяжении многих лет правления Мубарака. Тем более мы знаем, Мубарик был проамериканский президент, абсолютно верный, послушный, да, и исполненный все то, что говорили американцы. Если сначала это была помощь в виде продовольствия, каких-то там продуктов, да, каких-то там, пусть и старой, но техники для сельского хозяйства, то плавно, ну, и с очень малой составляющей военных, буквально там 5-10%, то буквально к 2011 году, когда началась так называемая арабская весна, да, на Тахриле, резко уровень военной помощи достигла 90, ну, в общем, 90 с лишним процентов. То есть мы видим, что Египет, будучи 80, а реально 90-миллионной страной по населению, крупнейшим государством этого региона, накачивался оружием. Зачем он накачивался оружием? Оружие дают, чтобы оно стреляло рано или поздно. Соответственно, мы видим, что попытка дестабилизации на Ближнем Востоке и создание коллективного Гитлера сейчас нас пугает этим ИГИЛом, да, то есть мы видим, что, опять же, ИГИЛ, вот эти постановочные кадры убийств массовые, вы, наверное, видели, что уже Киберберг, вот это наши выходцы из Украины, из украинских спецслужб, люди, которые не приняли, да, переворот, вот они взломали один из компьютеров помощников Маккейна, да, то есть того товарища, который, вовсе не товарищ, который сидел в яме, да, в Вьетнаме, но она его ничего не научила. Причем он был абсолютно посредственным, мягко говоря, вояка, да, и утопил там самолет, но это отдельная тема. Но суть в том, что у его помощника на ноутбуке было полностью фотографии и видео, как снималось это видео убийств и массовых казней. То есть нам делают страшилку, чтобы вот эту страшилку прокачать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы притянуть как можно больше неогребших умом и эмоционально молодых людей, да, которые из-за романтики, из-за чего-то еще пойдут туда воевать за халифат какой-то виртуальный, за что-то еще. То есть поэтому вот, если говорить о в Армении, сейчас это не было Майданом. То есть это было на грани Майдана, вот здесь у нас были постоянные споры с российскими СМИ, да, потому что, ну, чего греха таить, мы прекрасно понимаем, что не все люди, кто стоят там за камерой, ну, это не в вашу сторону, да, извините, или там пишут статьи, являются специалистами. Чаще всего в лучшем случае это просвещенные дилетанты. Что-то слышал, что-то почитал, красивую позу, красивую шутку, все, шоу, получилось. Ну, вы все видите часто ток-шоу, где максимум у тебя есть 2-3 минуты донести какую-то мысль, на которую там и 3 часа не хватит. И дело не в том, что краткая сестра таланта, потому что есть сложные вещи, а когда человек занят выживанием, экономическим выживанием, своими проблемами, прийти за 3 минуты, понять, что происходит там. На Украине это регламент, да, или что-то уже звоночек, извините, шучу. Понятно, за 2-3 минуты понять не получается. Так вот, сейчас, ну, буквально по Армении. В Армении есть традиция выхода на улицы, на самом деле. Вы можете посмотреть, полтора-два года назад когда-то попытались повысить цены на проезд, а армяне тоже вышли. Тогда Майданом это никто не называл, потому что не было, чтобы тогда еще событий на Украине. Еще лет 10 назад аналогичные события были. И армяне очень гостеприимный народ, у кого есть друзья знакомые, знают, что с едой они тут же очень хорошо, и кучу блюд всегда готовят и приносят. Так вот, в момент какого рода попытка превратить социальный протест в Майдан однозначно была. Вот вы можете посмотреть там и в Фейсбуке таких героев, как Дарит Аванесян и несколько еще других людей. То есть это профессиональные крантоеды, это те люди, которые постоянно принимали участие в цепных революциях на Украине, ездили в Грузию, в Киргизию. То есть на самом деле это профессиональные революционеры. Это профессиональные люди, которые на этом собаку съели. Ну вот в Армении почему это еще не получилось? Потому что в Армении не было своих модернцев. Надо понимать, что Армения с начала 20-х годов вошедшая в Советский Союз, к 41-му году увеличила свое население в два с лишним раза. Представляете, как неплохо, чтобы армянам в СССР, если за 20 лет численность населения этой Советской Республики выучилась в два раза. И армяне, если про техническую составляющую, были одним из наиболее воюющих народов за общую Советскую Родину. То есть количество людей, ушедших на фронт, составило что-то свыше 900 тысяч человек при двух миллионах населения, мы можем себе представить. А количество погибших на фронтах Великой Отечественной войны свыше 300 тысяч. Это соизмеримо с военными потерями США и Великобритании. Ну извините, США и Великобритания это как бы отдельные стороны, союзники, Армения, это далеко не самая большая часть, мягко говоря, Советского Союза. Но в тот момент это была самая маленькая республика по количеству населения. Как там не было бандеров со своих нацистов, то не было и внуков, соответственно, вот этого уже дисбаланса быть не могло. Плюс у армян очень велик истинкт самосохранения. И другой момент, вот наши армянские друзья вышли на улицы с плакатами «Это не Майдан, это маршал Баграмян», четко объясняя, чьими внуками они являются. И самое главное, когда армяне подняли вопрос о национализации, чтобы все вернуть в собственность государства, тут уже американцы сказали «фу» своим ребятам, которые пытались раскачать ситуацию. И 4 июля президент Армении Сарксян был приглашен на празднование, на торжественное Дня независимости США, где его очень попросили больше не озвучивать тему национализации, которую он буквально за несколько дней до этого озвучивал в беседе с российским министром. А я напомню, что значительная часть лесов, водоемов и линии гидроэлектростанции в Армении принадлежит американским инвесторам. Мы прекрасно понимаем, что если бы это все было национализировано, то бизнес бы не простил бы обами перед грядущими выборами, что бы сделали бы в Армении потеряли активы. Но здесь очень важно отличать. Первое определение Майдана армянским событием дал телеканал «24». Есть такой украинский телеканал, он принадлежит господину Садовому. Это мэр Львова, хозяин партии «Самопомощь». Это один из двух возможных будущих преемников Порошенко. По крайней мере, американцы готовят или его, или Наливайченко. Просто Наливайченко – это будет украиндин, такой, знаете, всевозможные батальоны, да, там, правые секторы и так далее. А Садовой – это такой уж ротный нацизм варианта «прибалки». Как бы все цивилизованного красивого, но вот с жесткими гонениями и изобретами. Вот первый вкинул именно он, а первый в российских СМИ вложил телеканал «Дождь». Видя все это, российские федеральные каналы схватили это особо не подумав и понеслось. Так вот, степень доверия к российским СМИ очень резко снизилась за вот эти буквально, за этот месяц после начала событий. Потому что люди знали, что это не Майдан, но, включая российские СМИ, видели, что их протест называют Майданом. Здесь очень важно четко давать определение происходящим. Спасибо. Кратко, прошу, пожалуйста. Василий, Сарай, на сегодняшний день. Здравствуйте. 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 Вопрос следующий. Когда говорят о Майдане, всегда говорят о предательстве элит, власти. Как Вы считаете, простой народ участвует в этом предательстве? И если да, то как он прежде предотвращает раньше революцию? Нет, ну, знаете, если говорить об участии народа в предательстве, да, но это достаточно сложное такое определение, да, потому что здесь не предательство скорее, да, а вот эта пассивность, которая становится предательством. Обратите внимание, ну, те, кто постарше, наверное, там помнят советские там фильмы, да, то есть какие-то вот выстраиваемые линии и так далее, там в жизни есть место подвигу, да, вот. Едет, например, там трактористка Паша Макерина, да, если не ошибаюсь. Вот у него там трактор загорелся, она спасла трактор, там погибло что-то еще. Там Александр Матросов, да, который грудью закрыл джот и тем самым спас жизни десятков и сотен своих однополчан. Хотя Матросов был на самом деле не первым издущим, мы прекрасно знаем, что до этого еще были десятки, просто он был выбран для того, чтобы популяризировать это. Если говорить о народе, то за последние 20 лет обратите внимание, какой образ нам все время навязывается, показывается. Сиди ничего не делай, от тебя все равно ничего не зависит, придет какой-то Супермен, Спайдермен, Бэтмен, да. Вот был очень хороший ролик в Сети, когда спрашивали, можете ли вы назвать героя, да, вот, кто по-вашему герой. То есть или там Суперчеловек, Супермен, это какое-то определение. И все-то начинали называть каких-то мультяшных героев, то есть каких-то там вот всевозможных боевиков современных, и только там один человек буквально сказал, это мой дедный, который воевал. То есть вот как бы происходит вот такая диффузия, когда вот это все выдуманное, оно становится более реальным, чем то, что вот мы непосредственно видели. Вот сколько фильмов снято там о том же покрышке или о ком-то еще за последние годы, да, хотя есть что показать. Мы прекрасно знаем, что любой эпизод Великой Отечественной войны, это действительно повод и причина снять классный боевик современный, да, где это все будет основано на абсолютно реальных событиях. Чего стоит хотя бы, я не знаю, там Шталиградская битва, где на один квадратный метр, да, там упало несколько тонн металла, но каким-то образом люди еще оставались там живы, продолжали воевать. Ну таких примеров можно приводить к десятке. Поэтому если говорить о народе, ну просто здесь, вот понимаете, я очень рекомендую просто посмотреть здесь, как бы не формат какого-то там кинолектория, есть очень хороший ролик, наши друзья сделали вот именно по окнам Авертона, да, то есть для понимания того, как массовое сознание очень быстро и сильно меняется, когда вот идет подмена понятий, и в конце концов ты уже достаточно просто смотришь на какую-то подлость, на какую-то гнущность, на какое-то то, что вчера казалось просто неимоверным, да. А вот сегодня это уже в порядке и вещей, потому что жизнь достаточно сейчас информационно перегружает нас, и, понятное дело, мы успеваем чаще всего только принять информацию, но не переработать ее и тем более критически к ней отнестись. Поэтому в ходном режиме идутся совсем другие образы. Вот есть Хэрск, ну то есть есть американский медиахолдинг, которому принадлежит самый популярный новосибирский интернет-ресурс, да, на котором там сколько, 1150, 200, сколько в день, да, где можно поправить. Так вот, они же купили вот этот новосибирский сайт, да. Ну интересно зачем? Наверное, просто хотят зарабатывать колоссальные деньги на интернет-рекламе в Новосибирске, да, в то время, когда мы видим, что у нас вроде кризис, объемы производства падают, да, и объемы рекламы не растут, мягко говоря. Но при этом в этот же медиахолдинг входит журнал «Максим» или журнал «Эль». Ну знаете, такие глянцевые журналы, которые вот, да, там, такое чтиво, как бы ни о чем. Так вот, журнал «Максим» каким-то чудным образом в апреле этого года, накануне 70-летия Великой Победы, составляет рейтинг убийц всех времен и народов. Где там, ну не помню, кто первый, кто последний, не суть важна. Где там участвует Чикатило, там участвует, условно говоря, Гитлер, и участвуют непосредственно советские девушки-снайперы. Вот они как бы рядом с Гитлером и Чикатило. Потому что они тоже убили много нацистов. Ну понятно, что да, убили, формально убили, но мы-то прекрасно понимаем, что убивали не из желания, а из какого-то маниакального там привязанности, а потому что защищали свою землю, своих родных и близких. Но человек, листая глянцевый журнал, у него степень критического восприятия информации там намного меньше, чем политическую какую-то, да, там, литературу, или общественную там, я не знаю, потому что там он ожидает какого-то политического соединения, какого-то политика, государственного деятеля. А здесь просто глянец просто листая. А, смотри, прикольно, вон там убили много народу, да. И это уже снижает уровень восприятия героизма этих людей. И вот здесь надо понимать, что через медийную составляющую, через информационный фон, который присутствует и создается вокруг нас, это все и происходит. Помните, вот фильм, я не помню его название, не буду врать, но вот непосредственно у него была отозвана лицензия, кажется, 44, или как так назывался, да, вот тоже в апреле он должен был выйти в прокат в России, где непосредственно показывались российские силовые структуры, и в конце концов там был прототип Чикатило. И вот Чикатило был такой, в принципе, хороший человек, просто вот слабый, потому что болезнен, он убивал своих жертв и плакал, да. Но вот представители силовых структур показывались такими почти маньяками, которые всех бьют, убивают и страдают. Мы должны понимать, что инстинкт самосохранения общества включает то, что, ну, на мой взгляд, у нас есть три человека, то есть три столпа, три института, к которым мы обращаемся. Это человек в форме, хотим мы того или нет, да. Когда с нами что-то происходит, мы идем в полицию, пишем заявление. Мы прекрасно знаем, что там могут быть взятки, да, там может быть вымогательство, там могут быть оборотни в погонах. Но давайте честно посмотрим по нашим соседям и всем остальным и прекрасно поймем, что не все мы ангелы. Второй человек — это человек в рясе. Можно по-разному относиться к вере, да, ну, прежде всего к православию или там к другим, да, вот как бы классическим религиям. Но мы прекрасно знаем, что там мы большей частью отбиваем своих родных, близких, там, крестився, прибегаем к каким-то таинствам. И естественно, человек в белом палате, потому что когда мы заболеваем, мы все равно туда идем, даже если есть какие-то случаи, что что-то не то. Вот сюда идут удары по этим трем институтам. А по-моему хотят захватить там парк, да, то есть вот, например, сейчас вот в случае в Москве, там парк Трофянка, 17 лета. 20 суток выделено по строительству храма, при этом вырубается 7 деревьев. Но резко появляется господин Митрохин из Червевого яблока, да, появляется госпожа Чирикова, которая где-то там сидит или в Прибалтике, или в Финляндии, даже не знаю, известно по химкинскому лесу. И вдруг все начинают отвечать, попы хотят захватить, попы хотят лишить вас парка, да. То есть люди слышат, что их решают парк, 17 лета, которые рядом, уже не слышат о том, что там будет строиться, и что вырубят 7 деревьев, и 35 посадят, да, в качестве компенсации за вырубку 7 деревьев. У них уже ощущение то, что их лишают. Вот это эмоции, которые запущены. То же самое, вот, например, на Украине, когда раскачивая ситуация, была такая врагиевская хода. Ну, то есть это в Николаевской области, да, или Херсонской, уже не помню, поселок, где было преступление с организмом милиции. И вот народ повели, где там штурмовали райделы, шли на Киев и так далее. За этот год после переворота произошло сотни, сотни подобных преступлений, куда более страшных и полосальных. Никто подобный, подобный уходу не устраивал. Причем во главе той ходы был гражданин США, который вот вел, технологически все это оформлял и оформлял. Поэтому здесь очень важный момент в самоорганизации народа, вот как называются партии, структуры, общественные организации, не суть важна. Важен принцип объединения вокруг того, что есть традиции, и традиции – это не просто какой-то патриархальный уклад, да, это просто институт самосохранения народа. Мы должны понимать, что есть хорошо, что есть плохо. Общество, естественно, сражается. Но мы видим, как аккуратно сначала появляются некие британские ученые, да, ну, мы понимаем, британские ученые – это такое виртуальное определение, да, британские ученые выяснили, что никаких британских ученых не существует. То есть вот, и здесь надо понимать, потом за этими британскими учеными возникают какие-то общественные деятели. Потом появляются категоричные сторонники, ну, просто там, да, вот такие страшные, которые пугают, и категорические противники. Причем противники чаще всего чуть ли не зигующие и со свастикой. И ты уже ищешь что-то посередине. А посередине абсолютно спокойный такой вот представитель того, что тебе хотят в общество вложить. Естественно, институт самосохранения снижается, снижается иммунитет, и после этого происходит восприятие обществом тех вещей, которые нам пытаются вбросить. Объясняют и демократии, свободой и всевозможными остальными вещами. Спасибо. Время подходит. Под следующее. Еще ничего, ничего. Микрофон. Не успокоить, давайте показать. Что-то давно. Сейчас. Здравствуйте, Владимир. Моя фамилия Лешин, зовут меня Сергей. Да, наоборот. Вопрос такого, все равно. Громче, Сергей. Вопрос такого содержания. То есть всегда у нас рисуется на все правила. Мы помним 1991-1993 года, когда произошел переворот в России, когда ему как грабачок нас просто всех предал, и вот тогда произошло распилейка России. После этого для нас написала конституцию компания ЮСЭЙ, это американская компания, которая написала налоговое законодательство и какую-то часть первого гражданского законодательства. При этом мы сейчас имеем 1 миллиард ежедневно мы платим в экономику европейскую. Плюс, ко всему прочему, весь наш бизнес не может развиваться. Этому благо, еще помощь, сказанного фронта Российской Федерации, с доставкой реализации. Поэтому вопрос. Вот сейчас, исполняя законы европейские по конституции нашей, все наши чиновники практически становятся предателем города. О чем вы говорите, пятая колония. И у меня вопрос к вам, да? Сегодня мы в Новосибирске живем, как бы далеко от Украины, мы все переживаем за то, что там происходит, но это может случиться просто на раз у нас. Потому что весь этот механизм, который случился у вас, он запущен и у нас, тоже сам. И когда этот вопрос может срастись, мы уже видим, что там приезжает Навальный, у нас собираются головенточники, здесь пытаются провести работу. У меня вопрос к вам, к человеку, который уже пережил военные действия. Что сейчас нам, Новосибирскам, нужно сделать, чтобы такое имя, да, я помню, абсолютно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, тут давать какие-то советы, что надо сделать, чтобы не получилось, это будет, наверное, самоуверенно с моей стороны. Надо понимать, что действительно, то есть, по сути, Россия, де-факто, оккупированное государство, да, мы это прекрасно понимаем, с 93-го года, когда была изменена Конституция. Мы четко понимаем, что в 13-й статье Конституции записано о том, что нет и не может быть никакой государственной идеологии, да, то есть, это, ну, если это экстраполировать на простого человека, это если нам законодательно запретили иметь цель в жизни, да, вот, живи просто, но чтобы цели не было. Только у тебя появляется цель, ты нарушил закон, ты должен бесцельно существовать. Так же, как и не все просто с Центробанком в России. Мы видим, что определенные реформы, там, слава богу, начали происходить, даже начиная с перераспределения прибыли, да, то есть, сегодня уже 75% прибыли остается в бюджете. Но формально, да, мы все прекрасно знаем, я понимаю, тут аудитория подготовлена, не надо объяснять, что на культурах нет российского герба и так далее. Так вот, надо понимать, что, естественно, не так все просто делать, ну, я вижу только Путина, да, то есть, кто рядом и как рядом исполняет, какие функции, я не знаю, и не до такой степени посвящен в таинство, да, естественно, российской политики, я могу только анализировать, но мы видим, что реформы идут, и даже те люди, кто заявляли непосредственно о том, что, да, вот, либеральная, да, спустя время начинает действовать в интересах государства. Обратите внимание, что и тот же Центробанк впервые, по сути, прагнитовал, вот, постройку электростанции, если не ошибаюсь, в Крыму, по сути, дополнительные миссии без так называемых нефтедолларов, без получения ярлыка, обогнижения, да, со стороны Федеральной резервной системы США. То есть определенные подвижки идут. Понятно, нам бы хотелось намного быстрее. Я напомню, что 3 миллиарда долларов, которые были выделены в качестве кредита России, Украине, времен Леноковича, в декабре 2013 года, когда спасали от Майдана, это были 3 миллиарда невозвратных денег. Они были выцарпаны из ФРС и отданы Украине, да, причем под колоссальные гарантии. Мы прекрасно понимаем, что эти евроаппликации, они первичные к оплате. Здесь надо четко не просто заявлять о своих правах, да, чтобы не допустить. Вы знаете, слава богу, что в России Навальный, скажу честно, да, потому что, ну, знаете, ну, я не хочу давать никаких личных оценок этого человека, но я вижу, да, что вот он все, ну, как бы сказать, так мягче, да, то есть, испортит, да, то есть, для своих инвесторов, да. То есть, это, конечно, не те либеральные мальчики 90-х годов, да, которые вообще просто были бестолковыми в силу того, что не было никакого внутреннего сопределения у общества, были у власти, да, то есть, посаженные. Но мы видим, что после смерти Немцова, я все-таки хочу еще немножко к этому вернуться, сейчас и показать несколько иллюстраций для понимания, как это быстро все запускается. После смерти Немцова, обратите внимание, что сказала Хакамана, это было очень показательно, все-таки они вместе были там больше 10 лет, да, там, в одной партии, в одних структурах и так далее. Она сказала, Боря всегда брал деньги и не отрабатывал, да, то есть, вот как бы, ну, а рано или поздно приходится платить. Ну, достаточно цинично, да, но, тем не менее, откровенно. Естественно, иллюстры посмотрели, вот, абсолютно неликвидный актив, который надо просто, да, от капитализации куда-то деть, нет смысла его задержать. Вот и сделали, очень хорошо. Вы знаете, какого-то конкретного совета дать тяжело. Надо просто понимать, чтобы объяснять всем своим родным и близким. Мы прекрасно понимаем, ну, и вообще через метильную систему такая есть, мы должны понимать, что есть критическая масса. Критическая масса это 8%. Если 8% населения готово к каким-то активным действиям, то, условно говоря, не знаю, там, взять там, там, 40 на 40%, например, да, вот как на Украине было, да, 40-55% по-разному хотели четко в Евразийский Томоженный Союз и 35-40% хотели четко в Европейский, да. И еще там 15-20% не совсем определились. Мы все время выступали за референдум. Что давайте проведем референдум и увидим. Нам через суды его запрещали проводить, причем те, кто сейчас пришли к власти, да, после переворота. Вот там Европейская партия так и называлась и все остальные, они подавали иски и запрещали, потому что понимали, что на референдум они проиграют. Потому что большинство людей четко понимали рынок спута высокотехнологичной продукции это Россия, Казахстан, Белорусс, то есть страны Евразийского Союза. Мы должны понимать, что есть страны первого передела. Выкопал, продал, да. И выкопал максимум перебал, продал. Естественно, норма прибыли с одной тонны металлургического комбината составляла, условно говоря, 100 долларов. А с одной тонны авиадвилителя, например, мотор Сечи, моего родного Запорожья, откуда я родом, тем более, вот мы сегодня только общались. Тут тоже проблемы из-за кооперации, потому что в Новосибирске была большая привязка именно к этим авиадвилителям, и сейчас они не поставляются. А норма прибыли с одной тонны авиадвилителя составляет 10 миллионов долларов. Что интереснее, переплавлять металл и портить экологию и свое здоровье, или на одной тонне авиадвилителя естественно зарабатывать. А АН-70, АН-140 уже 20 лет как разработаны, но нет возможности не запустить, потому что эта кооперация не запускалась в масштабах СНГ, а Украина все говорила то в НАТО, вступит, то куда-то еще. Здесь, ну вот я хочу просто привести пример, можно подержать этот микрофон, много всего я как бы убрал, но по сути кто-то из вас видел или не видел, но вот тема снайперов, о которых уже много говорили, то есть писали и тот же Стариков и так далее. Вот наш официальный твиттер Евромайдана. Тут четко видно, есть гиперссылки, все желающие могут найти. Вот написано как раз, когда был убит появилась первая жертва Сергея Нигоян, это 19 января 2014 года. Естественно, все говорили, что вот там снайперы, снайперы Януковича будут стрелять. Эта фотография использовалась в 2011 году в Сирии для разжигания ненависти к Асаду. В 2011, представляете, за три года до этого. Вот мы берем оригинал фотографии, это 7 апреля 2010 года, Киргизия. Причем как бы вот есть ссылка и четко видно на киргизском сайте, вы специально там «Эньюз», ну есть там и куча блогов, но блоги это может быть не так авторитетно. Вот как это работало. К чему говорю? Потом люди уже не слышат. Принцип «верю-не верю» включен. Здесь надо просто объяснять до наступления этой эмоциональной составляющей. Дальше больше происходит после смерти Немцова. Царство ему небесное, да, то есть я не буду о нем ничего говорить, давать оценку его политическому, мягко говоря, наследию, да, там, богу на судьях и российский народ, который сделал вот этот вывод и показал ему место в политической среде еще когда он был жив. Дальше больше. Первое марта. Начало, начало марша, да, вот этого травмного в Косте Немцова. Ранды ее свобода, то есть это белорусская версия. Все-таки они не делали просто через российскую версию, понимая, что слишком накло будет. Размещают фотографии вот таких снайперов, которые находятся за гребежской стеной. Хорошо узнаваемые. Вот опять же тут, чтобы не было сомнений, вот она страница, скриншот, да, вот именно, как бы непосредственно с адресом, со всеми вещами. Мы видим тут количество перепостов и так далее. Размещается ровно за час до начала марша, да, вот этого травмного. Что интересно, я начинаю искать эту фотографию, четко понимаю, что это вброс и вброс с одной целью, не да бог пролить кровь именно первого марта. И тут я нахожу, что эта фотография находится на сайте непосредственно известного блогера, белолеточного блогера Варламова, да, то есть достаточно популярный человек. Вот недавняя публикация, он там давал негативные оценки бизнес-классу, а нет, не бизнес-классу, классу империалов трансаэра, где он там за 100 тысяч с лишним, за 100 тысяч тысяч рублей пролетел в Нью-Йорк и сказал, что извините, это все говно, что 100 тысяч с лишним рублей, а лучше летать там американскими ювелинами или чем-то еще. И вот мы четко видим адрес этой страницы, но и мы понимаем, что это непосредственно иностранные солдаты, снайперы, которые охраняют лидеров иностранных государств, приехавших в Москву на празднование 65-й годовщины Победы. Вот ниже же на склиншоте указано 65 лет. Спрашивается, зачем Радио Свобода делала откровительный взрос, то есть через 5 лет, а на мой взгляд могли произойти очень нехорошие события. Какие, мы можем только догадываться, история, слава Богу, не имеет со слагательного наклонения. Но я напомню, с каким портретом, ой, с какой фотографией все выходили на похоронные мероприятия по Немцову, если его вспомнили. Может быть, не так хорошо видно, но обратите внимание, кто из темноты вылазит за Немцовым. Нет, ну там Путин на самом деле, может быть, плохо видно, да, это там какое-то очередное выступление. Вот если бы мы при жизни Немцова или даже в день смерти вбили Немцов, 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 Борис Немцов, Борис Ефимович и так далее, эта фотография была бы где-то глубоко-глубоко занята, то есть она была бы не первой. Но обратите внимание, на всех панихидах, на всех мероприятиях, на Москворецком мосту была эта фотография, так же, как и в руках людей, так же, как и во всевозможных либеральных средствах массовой рекламы, агитации, дезинформации, смрадов, не путаться с миром, которые это давали. Зачем? На уровне подсознания человеку объяснялось, вот он, темнейший, да, президент России, который вылазит, чтобы уничтожить, убить этого светоча, российской демократии. Естественно, на эмоциях уже верю, я верю прокачиваясь. Дальше больше, я напомню, что, к сожалению, тут у меня не все иллюстрации, там большая часть в электронном виде, я напомню, что на Украине были десятники и сотники. Естественно, в толпе их было тяжело узнать, и по именам все друг друга не сразу узнавали. Для того, чтобы их сразу было легко узнавать, они все ходили в красных курточках. Это легко посмотреть, мы об этом рассказывали, давали фотографии во время Майдана еще в декабре, в декабре 13, в декабре 14. Вот скриншот из Arab Clay, это непосредственно Russia Today, марша, вот видите, Трикалор, это именно в России событие 1 марта. Обратите внимание, почему в шахматном порядке везде находятся, спасибо, везде находятся люди в красных курточках. При этом это молодые люди, почему-то капюшоны, капюшоны одеты просто вот вплоть до того, что там вот, ну невозможно посмотреть ни лица, ничего, да, хотя некоторые люди из головных уборов, ну или хотя бы гордо несут голову вперед. Я напомню, что тогда же в день проведения марша был задержан, а потом отпущен Алексей Гочаренко, это мерзавец из Одессы, да, который народный депутат по версии Кунты сейчас. Это тот человек, который участвовал в событиях 2 мая в Одессе и фотографировался на фоне сожженных, убитых одесситов, своих земляков. Так вот, у этого человека были изъяты там несколько тысяч долларов, ну там 6,5, что-то такое, кажется, или 6-700, но вся эта сумма была по 20-50 долларов. Вот попробуйте в обменнике купить 6 тысяч долларов, вот просто прийти и купить. Вам будут продавать 100 долларов купюрами, то есть нет в обменниках 20-50 долларов купюр. Дальше больше. Тот же Киберберг вот наш до этого обнародовал данные переписки российской оппозиции и украинских карателей, где просили специалистов по проведению уличных акций. Я вам скажу, что цель 20-50 долларов, это очень хорошие деньги для уличных акций, тем более жителей Украины, если им тем более оплачивается проезд, да, или просто нанимаются технологически. Мы можем разделить даже там 6,5 тысяч на 50 долларов, я не говорю, а 20, увидеть, какое количество людей могло принять участие в каких-то действиях. Естественно, люди в красных курточках мы только видим, как их много. Конечно, не все люди в красных курточках, я думаю, да, там были какими-то специалистами. Поэтому здесь надо понимать, что технологически все работает очень качественно, и вот на Украине, например, были скуплены все сайты. Вот в России региональные сайты идут по какому принципу? По номеру автомобильной емкости, правильно, да? Вот там 74, там РУ, это Челябинск, соответственно, по номерной емкости там Новосибирска, Екатеринбурга, да, там идут сайты. На Украине они шли по номерной емкости телефонов, то есть 044 УА, это Киев, 061 УА, Запорожье, 062 УА, Донецк, и так далее. И вот на Украине все эти сайты были куплены, скуплены американцами через Коломойского, есть такой, да, вот человек, с 2010 по 2013 год. И в 2013 год, ну, до 2013-го они просто создавали фон общего недовольства, недоверия. Но с 2013-го они просто начали системно, с разницей 5-7 минут, публиковать все те публикации, которые были необходимы для раскачки общества и цветных революций. В России я вам рекомендую обратить внимание на группу «Рукион», называется, да, вот это забыл фамилию этого бизнесмена, сейчас быстро не скажу, да, то есть вот он вместе вот с этим издательством «Херст» американским чудным образом скупают все региональные сайты, включая Новосибирские, Екатеринбургские, Нижегородские и так далее. Шкулев, кажется, да? Шкулев. А, Шкулев, Шкулев, да. Вот сейчас скупка этих региональных сайтов произошла. Когда происходит принцип «верю-не-верю», люди начинают искать доверие, начинают искать информацию в интернете. И эти сайты тоже хорошая площадка для медийной составляющей. И надо понимать одно, что поняли, Москву качнуть не так легко, потому что там власть жестко держат, поэтому пошли по городам-миллионникам, а все-таки Новосибирск является третьим городом по степени влияния. Поэтому, по численности населения, и столицы Сибири. Тем более, мы видим, закидываются какие-то темы сепаратизма, сибирской республики. Причем, об этом говорят абсолютно маргинальные политики, из яблока этих парнасов, РПР и так далее. Причем, люди, которые не имеют поддержки у народа, тем не менее, от имени народа говорят, ну вот, мы знаем, там движение идет. И что интересно, эту же тему постоянно прокачивают украинские националисты, или представители фунты, которые приезжают участвовать в российских ток-шоу. Они все говорят, а вот у вас в Сибири, скоро Новосибирск отсоединится, или что-то еще. То есть, идут новые моменты точек натяжения для того, чтобы по ним бить и расшатывать общество. Ну, я думаю, тему листовок уже как бы показывать, наверное, смысла особого нет. Вы их прекрасно все видели и знали, да, то есть, вот справа, в смысле, на арабском это та, которую мне подарил мой товарищ, служивший в Мухабарате, на спецслужбе, да, египетская. Я четыре дня просидел на Тахриле, не мог уехать. А здесь, это на украинском языке, это та, которую принесли мои активисты со школы молодого лидера. Школу молодого лидера только на Украине прошло от 20 до 22 тысяч человек, по нашим оценкам. При этом, Майдан реально, технологически прокачивали всего 2-2,5 тысячи человек для понимания, что надо очень много людей, чтобы качнуть в стране. Подготовленных штурмом обувь госадминистрации было всего 500 человек. То есть, вот обратите внимание, когда в январе 2014 года, не буду вас приближать фактами, в январе 2014 года Майдан объявил перемирие, это было не потому, что они хотели мира, а потому, что группа штурмовиков поехала кошмарить Одессу, Херсон, Николаев, Запорожье, Днепропетровск. В моем одном Запорожье мы им ломили, 90 с лишним человек, мы взяли документы, из них только один был в Мелитопольске, один в Запорожье, то есть из области. Все остальные были Винница, Тернополь, Ивана Фракос, то есть подготовленная группа, которая ездила по всей стране и кошмарила везде. В аналогичных пропорциях все может произойти в России. Дальше больше, времени уже нет, рассказывать, естественно, я могу много на эту тему, потому что это действительно больная тема, это страшная тема. Я русский человек, я не отделяю себя от русского мира и четко понимаю, что Украина, Россия, это куда более разделенные государства, чем ГДР и ФРГ, потому что в ГДР у 68% жителей ГДР были родственники в Западном Берлине или ФРГ, а на Украине по 75-77% жителей Украины есть родственники в России и Беларуси, то есть для нас граница между Россией и Украиной это куда больше, чем Берлинская стена для немецкого народа. Но немцы имеют право, а мы, похоже, нет, по версии наших западных партнеров. Поэтому технология, отработанная на Украине, эта технология, отработанная на русском человеке. Она уже не нуждается в особых доработках. Мы видим, что темы красных курточек, снайперов уже всплывают то тут, то тут, то здесь. Уже скупаются сайты. Какие дальше процессы могут идти, можно только догадываться. Я насчитал минимум три десятка российских сайтов, ой, сайтов, в прошлом учении, банков, которые сейчас постоянно ведут агрессивную политику по привлечению депозитов. Казалось бы, причем здесь банки и общественное недовольство. Но когда я начал смотреть историю этих банков, один предложил в прошлом Березовскому, один был под контролем Гусинского, к одному имел отношение еще кто-то. То есть все деятели, то есть недавнего прошлого России. При этом они там все четвертые, пятые, шестые сотни. Но ставки, которые они предлагают и подарки, соизменимы там с ломбардной ставкой. При этом чудным образом, вот опять же, может быть пятая колонна, может быть предательство, может быть коррупция. У этих банков не отзываются лицензии и никто не запрещает привлекать вклады. Но мы видим, что агентство страхования из бюджета, чтобы выплачивать, компенсировать вкладчикам тех банков, у кого отозвали лицензию. А теперь представьте, есть несколько десятков сайтов с многомиллионной векторией, я говорю только информационных, а есть и другие, развлекательные и так далее. Есть несколько десятков банков, которые могут создать проблемы на сотни миллиардов рублей, а может быть и триллионы. Есть общее ощущение недовольства. Есть и тут, и там, не дай бог что-то начнется взрываться или что-то еще происходить. Но все это не по причине, там только борьбы на Украине. Надо понимать, что Украина это для нас по-живому нам режут, и это для нас сакральная жертва и больная тема. А для Запада ничего нечего. Это только бизнес. Это попытка не допустить реформу МВФ. И мы видим, что сразу после успешного саммита ШОС и БРИКС, а мы понимаем, что БРИКС, ну, БРИКС, ну, там буквально есть букву изменить, это... Лапочка. Лапочка. Вот уже видите, все, пора заканчивать. Уже керпитали. Да, техника не выдерживает. Надо понимать, что сейчас идет борьба просто за новое переустройство. И большая часть стран мира на самом деле с нами. Мы видим, 60 с лишним процентов населения и 30 триллионов ВВП были представлены странами БРИКС и ШОС. Поэтому сейчас, если получится провести реформу без войны, а нам крайне важно, чтобы этой войны не было, то тогда все пойдет совсем иначе. Мы вздохнем легче и заживем действительно. То есть будет действительно веселее жить. Надо понимать истинные причины того, что происходит и просто объяснять. Понятно, когда повысились цены на бедзин, на проезд или сократилась зарплата или за свой счет на предприятие отправили, то объяснение того, что идет реформа МВФ, как-то оно особо душу не греет. Но надо находить слова для родных и близких, потому что сколько бы мы ни хотели и ни объясняли, то есть, естественно, это тяжело. Надо работать по принципу за, за Россию, а не по принципу против. Владимир, скажите, пожалуйста, спасибо огромное за такое яркое выступление. Скажите, пожалуйста, мы сейчас находимся на площадке проекта «Антимайдан. Актуальный собеседник». И не могу спросить, в конце очень кратко, как вы оцениваете роль «Антимайдана», как работу оцениваете «Антимайдана» и его роль в противодействии антиконституционным выступлениям. Прошу прощения. На самом деле, я вижу, что это отличная площадка, в которой начали объединяться люди, которым небезразлична будущая Россия. Мы прекрасно знаем, не буду там по фамилиям уходить, куда-то там есть там Николай Витальевич Тариков, есть там Дмитрий Владимирович Саплин, то есть там боевое братство, есть вот хирург Саша и те же русские мотоциклисты. Есть много других еще каких-то направлений, организаций, мелких. Вот надо понимать, что надо забыть о каких-то амбициях, надо забыть о каком-то разделении, потому что это знаете, когда мы несли знамя победы с 152 разных метров по Крещатику, по голове колонны, и я это сделал за свой счет, надел 30 с лишним ребят в вышиванке, чисто южно-русский, украинский стиль, и 30 с лишним в форму рядовых рабочих крестьянских как раз на армии приемных Григородской войны. И вот все это мы делали за свой счет, 3,5 тысячи метров приехали, когда по Крещатику 9 мая выстрелили сети, начали драться там социалисты с коммунистами, социал-демократами, кто пойдет первым за знаменем. То есть при этом их было очень мало, их уже было меньше, чем националистов в Киеве, потому что они были дезорганизованы, но при этом это все выглядело просто как драка карликов. Вот не дай Бог, чтобы что-то подобное не произошло здесь, когда какие-то не самые большие движения, но наполненные искренними любви, которые хотят бороться из-за амбиции там своих лидеров, каких-то может быть там непониманий ситуации, не пошли на объединение. Сейчас нужна суперструктура, как она будет называться, антимайдан там или за Россию, это не принципиально. Вот здесь я вижу это первая попытка, на мой взгляд, объединения абсолютно разных людей. Я не мог себе представить до недавних пор например, боевое братство людей, прошедших локальные конфликты тех же русских мотоциклистов и того же Старико Николаевича изначально вместе. Но эти люди нашли точку соприкновения и главная точка, основа этого всего это Россия, в которой нам, дай Бог, жить и дальше. Потому что отступать некуда, если из Украины хотя бы люди могли уйти в Россию, мы видим 2,5 миллиона беженцев. Кстати, колоссальное количество людей, которые подкинули свою родную землю. Поэтому однозначно надо работать и я думаю, что явно это будет обрастать новыми проектами, новыми идеями. Как я могу относиться? Только хорошо, естественно, тем более дали возможность приехать в ваш замечательный город, надеюсь, не в последний раз и познакомиться с такими людьми. Спасибо огромное. Спасибо.